Друзья, всех приветствую! На моём канале Рыбалка-Рыбалочка. С вами Андрей. Давненько уже не было видео о рыбалке с рыбалки. У нас сейчас запрет. Вы все спрашиваете, когда уже, когда видео, где видео. Но пока не получается выехать. Надеюсь, в скором времени получится, и мы снимем рыбалку. Откроем летний сезон. А пока сегодня я хочу вам показать рецепт приготовления так называемой каши для ловли белой рыбы, в особенности карася. Делается эта каша в основном для пружины, соски, убийцы карася, ну, в общем, таких вот оснасток. Делается она из нескольких всего ингредиентов, самых доступных, и в то же время очень эффективных. Так что, друзья, приступаем к приготовлению. Погнали! Итак, из чего же мы будем все это делать? В первую очередь нам понадобится вода. В данном случае я набрал 400 мл. Также геркулес, как обязательная основа. И манная крупа. Также взял пшеничные отруби, так как они у меня просто были, и можно будет немного их добавить. Из ароматизаторов мы будем использовать сегодня чеснок. Сейчас я позже объясню, почему. Ну что, выливаем воду и подключаем газ. Ждем закипания воды. Ну что, друзья, вода закипела, и мы сюда добавляем пару столовых ложек геркулеса. Даже две с половиной давайте. Вот. Сейчас еще добавим чайную ложечку сахара. Вот так вот. И потихонечку перемешиваем. Можно огонь чуть-чуть прикрутить. И ждем появления белой пены. После чего мы будем засыпать нашу манную крупу. Так, геркулеса, смотрим, не хватает. Добавим еще одну ложечку. Обязательно нужно помешивать. Так, по поводу ароматизаторов. Сегодня я буду использовать чеснок. Так как вода еще холодная, весной и осенью я рекомендую использовать такие ароматизаторы, как чеснок, перец. Также в магазинах продаются аромы крови, мотыля, червя. Вот. Они сейчас будут наиболее эффективными. Летом же, когда вода уже теплая, карась активен, рыба активна, уже лучше всего использовать сладкие ароматизаторы. К примеру, мед, ваниль, фруктовые ароматизаторы. Любые, в принципе. В общем, только ваша фантазия. Тут уже надо экспериментировать. На каждом водоеме карась будет реагировать по-разному. Поэтому тут только путем экспериментов и проб. выясняется, какая лучше будет действовать прикормка в тот или иной день. Вот. И сейчас еще немного ждем. У нас тут все закипает. Помешиваем обязательно. Хлопья потихонечку начинает набухать. Впитывается водой. Варится. И сейчас будем маленькими порциями добавлять манную крупу. Геркулес у нас служит как бы основой самой прикормки. Манная крупа будет давать клейкость. И у нас получится замечательная каша. Ну вот у нас потихонечку начинает образовываться пена беленькая. Геркулес уже набух. Сейчас будем потихонечку маленькими порциями, обязательно маленькими, добавлять нашу манную крупу. Вот таким вот образом. И постоянно помешиваем. Добиться нам нужно того, чтобы вся вода исчезла. И манка ее впитала. Сейчас у нас будет получаться наша каша, которую карась просто обожает. Вообще тащится от нее. Так, огонь стоит немного прикрутить. Добавляем вот таким вот образом нашу манную крупу. Она впитывает водичку. Все размешиваем. Хорошо. Манная крупа сейчас скатывается в комочки, которые необходимо разбивать. Но это не так страшно, потому что мы еще будем перемешивать все это дело руками. Так, огонь я еще сильнее подкрутил. Сейчас возьмем полотенце, чтобы это дело придерживать. И вот таким вот образом мы все это мешаем. Так, выключаем огонь. И сейчас будем еще добавлять немного совсем. Вот столько хватит, пожалуй. Манной крупы. Все это дело перемешиваем. Нам нужно консистенции каши добиться будет сейчас. Хорошенько перемешаем. И оставляем на 10-15 минут укутать. Укутать обязательно нужно это дело, чтобы она все пропарилась хорошо. Впитала оставшуюся воду. Вот видите, уже лепится. Клошка прилипает. Значит, мы на верном пути. И вот сейчас мы добавим сюда немного чеснока. Где-то пару долек измельченного чеснока. Ну, можно ножом порезать, в принципе. Это не так уж все и страшно. Так, вот, нарезал чесночок. И теперь маленькими дольками измельчаем его в нашу кашу. И после чего оставляем на 15 минут. Так что встретимся непосредственно за столом. Эту кашу, конечно, нужно хранить в холодильнике. И желательно делать непосредственно перед рыбалкой. То есть, если с утра уедете, то вечером нужно ее замешивать, чтобы все было свеженько и все четко. И тогда будет успех. Так, насчет ароматизаторов я уже сказал. Нужно экспериментировать. Летом сладкие. Ну, а в холодную погоду уже нужны не особо сильные запахи. Такие, например, как конопля, чеснок. И обязательно не переборщить, потому что в холодное время рыбка еще не активна. И будет немного опасаться. А летом же можно сколько хотите меда ложить, ванилина и так далее. Также один аромат, который показался в прошлом году хорошо, судя по видео других блогеров, это звездочка, бальзам-звездочка. Если вы его хоть захотите добавить, то просто натерите руки им. И при замешивании вот сейчас, в данный момент, он как раз впитался бы в вашу кашу. Так, ну вот у нас такая тема получается. Еще, конечно, горячее, но... Вот, сейчас мы ее хорошенько вот так всю промнем. И все будет готово. И все будет четко. Еще, наверное, можно будет немного манки добавить, чтобы она лучше сидела в кормушке, на пружине и хорошо липла. Она еще немного воды впитает. И все будет четко. Ну вот, друзья, в принципе-то и все. Обязательно пишите комментарии, использовали ли вы такую приманку. Обязательно попробуйте, потому что она эффективна. Так, и напишите мне в комментариях потом, что поймали. Вот, сейчас осталось немного ее еще домять. И, в принципе, можно ехать на рыбалочку. Друзья, пользуйтесь рецептом. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Надеюсь, в скором времени уже будут видео с рыбалки. Так что ждите. Всем пока и не хвастанешь шуи.